Новосибирск Новогодние посылки в срок. Почтальоны не справляются с потоком праздничной корреспонденции и уверяют, во всем виноваты сами клиенты. Компьютеры и массаж для дошколят. В Новосибирске открылся детский сад нового поколения. Деньги на него выделили не только власти, но и Министерство внутренних дел. Новосибирские музыканты сегодня играли под грохот машин и скрежет металла на одном из заводов. Решили снять видеосииту. Для чего? Затеяли необычный эксперимент. Новожденный прогноз на новогодние праздники сегодня обнародовали новосибирские синоптики. Арктический холод в ближайшее время не вернется. Морозы уже заметно ослабли, а в предстоящие дни потепление только усилится. Так, 30 декабря метеорологи обещают от минус 8 до 13 градусов. Температура воздуха, новогодняя ночь, мы предполагаем, будет около 18-23-24 градусов. Ну, в общем-то, это близко почти к норме. А дневная температура 1-го числа около 10-15 градусов. Ну, все-таки предполагаем, что у нас вот эти вот зимние каникулы, они позволят, в общем-то, и детям нашим покататься на горках, ну и отдохнуть, наверное, родителям. В целом, погода в начале нового года будет мягкой. Южный ветер и небольшие осадки, прогнозируют синоптики. А вот во второй половине января они обещают новосибирцам похолодание. Температура снова опустится до 35-40 градусов мороза. А вот работа почты в эти предновогодние дни только омрачает настроение новосибирцам. Многие никак не могут получить посылки и поздравительные письма. Все из-за огромного потока корреспонденции, который обрушился на почту перед праздниками. Оправдываются связисты. Люди без остановки заказывают подарки в зарубежных интернет-магазинах. Алексей Фазлеев встретился и с пострадавшими, и с почтальонами. Вот в таких почтовых отправлениях приходят товары. Почтовики и таможенники пытаются справиться с огромным количеством посылок. Накануне нового года отправлений стало в три раза больше. В основном это товары из заграничных интернет-магазинов. Заказы покупатели ждут месяцами и сетуют на медлительность почты. Наши операторы работают круглые сутки. То есть без выходных, на Новый год, когда все будут встречать, бить куранты, сотрудники наши будут находиться здесь. Чтобы справиться с валом посылок, на сортировочном узле увеличили штат сотрудников. Рапортуют почтовики и таможенники. Задержек в работе нет. То, что предъявляется к таможенному оформлению, к таможенному контролю, в течение одного рабочего дня мы отрабатываем. То есть здесь задержек на этой стадии нет. Ну и почта здесь тоже, как вы видите, существеннейшим образом ускорила свою работу. Между тем, клиенты почты о её нерасторобности уже видеоистории снимают. Один из роликов смонтировал и разместил в интернете Егор Севастьянов. Он часто заказывает музыкальные диски из Европы. В течение двух суток Королевская почта Великобритании доставляет посылку до границы с Россией. А дальше её ждёт долгий и мучительный путь по просторам нашей Родины. В среднем от Калининграда до Новосибирска бандероль идёт месяц. Рассказ о безрезультатных и томительных походах в почтовое отделение собрал тысячи просмотров и ещё больше комментариев. Отреагировали и почтовики. В оправдание задержек сослались на нехватку кадров. Это лицо, лицо страны. Мне стыдно иногда получать сообщения от европейских компаний, которые просто отказываются отправлять товары, когда узнают, что я из России. Свой видеоролик Егор снял год назад в отделении номер 46. С тех пор здесь ничего не изменилось. Руководство Почты России постоянно говорит об убыточности предприятия. Этим объясняют и поиск дополнительных источников дохода. Кроме непосредственно почтовых отправлений, то есть пересылки писем, бандеролей и посылок, почта оказывает множество услуг, таких как фотопечать, приём коммунальных платежей или денежных переводов. Но всё это чаще всего можно сделать лишь в одном окне. Справиться с большим потоком посетителей один человек не в силах. Но нехватку сотрудников новосибирские почтовики называют преувеличением и даже опровергают домыслы о мизерных зарплатах. Есть почтовлены, которые получают 30 тысяч рублей, чтобы вы знали. Их не так много, но они есть. Есть операторы, которые получают тоже такие же суммы. Есть. Если больше, да. Потому что мы перешли сегодня на сдельную оплату труда. Кто-то с этим не был согласен. И в частности эти люди, которые как раз тянут нашу организацию, с точки зрения лицо наше портят, да, те, кто сидел просто так, высиживал время и хамил и грубил. С теми мы расстаёмся. Задержка посылок ещё полбеды. Отправления нередко вскрывают. Сергею вместо нового планшета пришли камни. После этого программист создал сайт «Вор на почте». Страница стала стеной плача клиентов отделений связи. После появления в сети тысяч жалов и на сайте Почты России добавили ссылку «Общественная приёмная». Это всё же верное направление. Взято, что потихоньку, постепенно они собирают информацию. То есть если там будет грамотный управленец, он сможет всё это собрать в кучку и спланировать какую-то реформу. Правда, пока о реформе руководство Почты не говорит. Так что перемен клиентам придётся ждать столько же, сколько посылок. Алексей Фазлеев, Роман Семёнов. Новосибирские новости. Уникальный детский сад сегодня открыли в Ленинском районе. Здесь есть спортзал, бассейн, массажный кабинет и компьютерный класс. А пищу детям будут готовить в специальной паровой печи. Детсад построен на деньги города, области и Министерства внутренних дел. Для Новосибирска это первый проект государственно-ведомственного партнёрства. Марина Аверина увидела детский сад нового поколения. Кажется невероятным, но ещё пять месяцев назад на этом месте был пустырь. Но этот детский сад называют уникальным не только из-за сроков строительства. Главные инновации внутри. О современных технологиях рассказывают гостям на открытии. Это новый детский сад, здесь новые игрушки для детей, новая мебель. Ждём, что воспитатели с новым желанием, с новыми возможностями присутствуют нашим детям очень хорошо, внимательно. То, что детям здесь будет хорошо и уютно, можно даже не сомневаться. Особое внимание уделили оздоровлению. Бассейн, физио и массажные кабинеты. В будущем планируют открыть соляную пещеру. Сейчас для неё закупают оборудование. Музыкальный и спортивный зал. Это отдельные кабинеты для занятий с психологом и с логопедом. Это компьютерный класс. Ну и очень много интересных игровых зон, где дети могут развиваться, играть, чувствовать себя комфортно, иметь себе друзей и получать образование, которое действительно достойно. Современные технологии здесь даже на кухне. Это у нас непосредственно кухня, горячий цех. Здесь у нас будут получать пищу, мы будем выдавать, расстаточная. Чтобы не смешивать, даже запах блюд, салаты здесь будут шинковать в отдельном помещении. А горячие блюда – запеканки, омлеты и котлеты – приготовят в пароконвектомате. Это чудо-печка полностью автоматизирована. Тут вот у нас таймер, пожалуйста, вот будет разогрев, вот конвекция полностью. Можно с паром одну секунду, три секунды, пять секунд. Это все обрабатывается и жарится, устанавливается время. От внимания мэра, министра образования области и генерал-лейтенанта внутренних войск воспитатели и дети немного тушуются. Этот детский сад – совместный проект властей и военного ведомства. Довольны результатом оказались все. До школьного учреждения пойдут 215 малышей нового жилмассива Ленинского района. Почти половина мест по договору достанется детям военнослужащих. Я думаю, что и в других программах будем участвовать, в том числе и подумаем, как совместно с мэрией построить школу, чтобы семьи военнослужащих не испытывали никакой нужды, а военнослужащие были направлены на одну задачу – выполнить добросовестно защиту нашей Родины. На дальнейшее сотрудничество в развитии этого микрорайона надеется и мэр. Сегодня явно надо нам быстрее темпы прибавить, чтобы школа появилась, еще и не один детский садик, и лечебные учреждения появятся, потому что спальный район и сейчас развивается, но и перспектива здесь рядом. Порядка в эти дни отторговывается еще 62 гектара, поэтому еще будет прирастать 1700 квадратных метров. А это новые семьи, новые жители. Единственное, чего не хватает этому детскому саду – яркого названия. Пока он скромно значится под номером 84. Имя придумают сами дети, их родители и воспитатели во время новогодних каникул. Марина Аверин, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Сегодня новосибирские спасатели получили новую технику для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приятное событие совпало с профессиональным праздником сотрудников МЧС. Парк пополнили автомобили УАЗ, пожарные автоцистерны, а также комплекты газоспасательного оборудования, водолазного снаряжения и инструменты для аварийно-спасательных работ. Деньги на покупку более 20 миллионов рублей выделили из городского, областного и федерального бюджетов. МЧС подчеркивает, новая техника постоянно появляется на вооружении спасателей. Это помогает организовать в регионе новые спасотряды, пожарные дружины и посты безопасности на воде. Но несмотря на это число аварий, техногенных катастроф в регионе не уменьшается. К сожалению, в этом году не смогли добиться. У нас рост идет по количеству погибших на территории области, но идет уменьшение по количеству травмированных. А спасено каждый год спасается почти 2,5, от 2,5 до 3 тысяч человек. Экологи призывают новосибирцев подкармливать городских птиц. Без помощи людей пернатым сложно пережить суровую зиму. В качестве еды подойдут любые неожаренные семечки, зерна, кроме гречки, хлебные крошки с салом. Прогнозов орнитологи пока не делают, но опасаются, что значительная часть популяции воробьев, голубей и синиц до весны не доживет. Мария Черешнева с подробностями. Едва завидев семечки на снегу, к еде слетается стая резвых воробьев. Здесь, на центральных аллеях Первомайского сквера, они и так не голодают. То и дело подкармливают сердобольные прохожие. Но в морозы пернатым требуется усиленный рацион. С приходом холодов в поисках еды городские парки оккупировали шустрые синицы и красногрудые снегири. Чуть позже, в конце февраля, в город из леса прилетят свиристели. Для того, чтобы не замерзнуть, птице нужно как можно больше двигаться и как можно больше есть. Зиму не пережить, если в кормушке не будет ни семечек, ни крупы. А особенно хорошо жизненные силы птицы поддерживает сало. Правда, у него есть большой недостаток. На морозе оно замерзает. Если выдается свободное время, Юлия старается забежать в ближайший парк с пакетом семечек. Регулярно кормить птиц она стала после того, как на ее глазах едва не погибла целая стая. Смотрю, и они так вот падают с веток. Такой свиристели пад. Оказывается, ударили морозы, они накушались вот этих, видимо, ягодок подмороженных и начали падать снег. Я пошла в метро, попросила коробочку из-под жвачек. В эту коробочку вот так вот свиристели вот этих вот насобирала, ну, штук 10 получилось. Ну, там парочка не выжила, но остальных я отогрела и выпустила на боли. Среди тех, кто кормит пернатых, очень много людей с фотоаппаратами. Очень сложно фотографировать птиц, поскольку это движущиеся объекты. Вот, и получается их поймать только во время, собственно, еды, соответственно, либо в кормушке, либо на снегу, на земле. Вот, пришла потренироваться. Северные городские птицы, разумеется, адаптированы к морозам, но в декабрьские аномальные холода часть из них все же погибла. Орнитологи подсчитают потери, но позже. Прогнозов пока не делают. Все зависит от того, насколько суровыми будут остальные зимние месяцы. Самое обнадёживающее, что сейчас началось увеличение продолжительности светового дня. И морозы ослабели, поэтому можно смотреть на будущее зимовки птиц в Новосибирске с оптимизмом. Спасти всех, увы, не получится. Но чтобы птицам было легче, орнитологи призывают помогать. Сделать подобную кормушку из пластиковой бутылки не составит труда. Несложно и время от времени наполнять её пищей. Мария Черешнева, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Новосибирск готовится ко всемирному форуму снега. Так уже сейчас в городе выбирают лучший снежный городок. С каждым годом сделать это всё сложнее, признает члены жюри. Подход у коммунальщиков профессиональный. Ведь среди обязательных условий – красивая ёлка, оригинальные снежные скульптуры, освещение и качественный лёд на катке. А ещё всё это должно быть безопасным и удобным для детей. Елена Отмахова продолжит. 2013 год, значит и снежных фигур должно быть 13, решили в доме по улице Станиславского. В стороне от творческого процесса не остался никто из коммунальщиков. Работа нашлась и начальнику транспортного цеха, и бухгалтерам. Это и дворники дворовых территорий, это и слесаря сантехники, это и начальники участков, это и электрики. Все принимали участие, видите, всё абсолютно. И фигуры делали тоже наши. У нас есть умельцы. Елена Макарова работала над скульптурой три дня. Сразу решила, что лепить будет белочку. Эскиз скульптуры нарисовала сама. Дальше помогли коллеги. Мужчины забивали снегом щиты, а мы уже потом, когда удрали щиты, резалось по снегу, всё. Холода внесли коррективы. В план участников конкурса «Лучший снежный городок». Железнодорожный район, например, не успел подготовить конкурсные площадки. Зельцовский тоже пока не укладывается в сроки. Сейчас лидируют самые стойкие. В этом году участникам конкурса пришлось особенно тяжело. Лепили и вырезали фигуры в сорокоградусные морозы. Но даже в таких экстремальных условиях удалось создать настоящие произведения искусства. Сейчас жюри оценивает, что получилось. У победителя должна быть самая красивая ёлка, оригинальные снежные скульптуры, хорошее освещение и качественный лёд на катке. А самое главное, городок должен быть комфортным для старших детей и безопасным для малышей. Но определить лидера будет непросто. Конечно, раньше конкурс был. Ну, в основном строили горку, там пару фигур делали и ёлку уставили. А у нас с каждым годом, вот я могу сказать по своему опыту, с каждым годом городки всё сложнее оценить, потому что они более, ну, уже на профессиональном уровне выполняются и строятся. Пока впереди площадки Дзержинского и Калининского районов. Этот снежный городок по улице Станиславского также получил высокую оценку. У нас во дворе городка не было детского, он старый, вот ещё с постройки дома. Все детские малые формы очень старые, и мы были очень рады, что у нас поставят ёлку и детский городок. Совет дома обещает беречь творение дворников от вандалов. 31 декабря многие жители планируют именно здесь встречать Новый год. А коммунальщики рассчитывают, что их работа войдёт в число лучших. Трёх победителей ждут солидные денежные премии от 50 тысяч рублей до 72. В середине января лауреатов отметят на Всемирном форуме снега в Новосибирске. Елена Атмахова, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Классическая музыка сегодня звучала в производственных цехах. На одном из новосибирских заводов снимали видеосюиту. Композиторы из молодёжного отделения «Союза Молот» и музыканты-любители пели, играли прямо под грохот машины скрежет металла. Необычное действие затеяли ради представления, которое пройдёт в филармонии через месяц. Алексей Гамзов стал свидетелем. Для пущей аутентичности и для большего соответствия правилам, принятым на производстве, музыканты переодеваются в рабочую одежду. Инструменты и пипитры выглядят непривычно в такой обстановке, но ребята хотят показать, что и на неформатной территории музыка будет звучать ярко. Хотелось бы разрешить давний спор, какие профессии важнее – интеллектуальные или физические, ну, как рабочие. И задача проекта – показать, что и та, и другая профессия одинаково важны, и особенно одинаково важны в наше время, когда настала эпоха синтеза. Не только люди искусства ищут новые звуки, образы и места для выступлений. Рабочие, в свою очередь, обнаруживают в себе неведомые ранее таланты, например, к дирижированию. Первый раз вижу. Ну и как вы относитесь, к каким экспериментам? Да нормально всё. Почаще бы приходили. Новый опыт – это не только для заводчан, но прежде всего для музыкантов. Они уверены – настоящее искусство рождается и живёт отнюдь не только в тепличных условиях камерных залов. Всякое бывает, и музыканту надо быть готовым к тому, что ему придётся играть в самых различных условиях. Потому что на улице там бывает холодно и так далее. Ну, тут даже неплохо. Поскольку поход в цеха организован для записи видеоряда, а не звуковой дорожки, в принципе, не важно, что и как сегодня поют и играют. К тому же в грохоте музыканты не слышат даже сами себя. Выходят порой не в лад и не в попад. В принципе, ничего сверхоригинального в сегодняшнем действии нет. Заводы издомно привлекали людей искусства. В начале 20 века футуризм, в середине производственный роман, в конце музыкальный стиль индастриал. Каждое поколение находит что-то своё. 27 января отснятый материал обещает показать на большом экране филармонии, где на фестивале «Монолит» будет представлено видеосиит для хора, чтеца, ансамбля и диджея. Её сочинили молодые новосибирские композиторы, текст также нашего земляка Артура Шубина. Параллельно будет проходить большая фотовыставка. Алексей Гамзов, Олег Макаров. Новосибирские новости. Ближе к народу сегодня стали и новосибирские художники. На суд публики они выставили несколько десятков своих работ, написанных в стиле экспрессионизма, абстракции, примитивизма, старой классической гравюры и даже коллажа. Одной из первых выставку под названием «Игра идей» увидела Елена Синильникова. В стенах художественного музея подобный проект реализуют впервые. Семь молодых авторов на одной площадке. Все они разные – по стилю, технике и мировоззрению, но объединяет их интерес к вечной теме человеческого бытия. На выставке представлены и библейские сюжеты, и обращение к мировой классике, и сцены современной жизни. Всего около 80 работ. Для авторов это, конечно, уникальная возможность заявить о себе. Большинство этих работ выставляются впервые. У организаторов иная задача. Кураторы выставки хотят показать, несмотря на юный возраст и нестандартный взгляд на реальность, молодое поколение художников сегодня не пренебрегает живописными традициями. У них очень хорошо поставлена рука. У них видно очень хорошее образование. У них видно обращение к тем же художественным традициям, которые существовали. Они не копируют никого. Но видно, насколько рефлексивно они относятся к этой традиции, насколько они все это пропускают через себя. Константин Прусов – самый молодой участник выставки и, пожалуй, самый плодовитый. Четвертая часть всех работ принадлежит его кисти. Полотна завораживают яркими красками. В каждой картине, написанной маслом, переплетается сразу несколько тем. Все действие, а это картино-библейский сюжет, оно перенесено к нам в избу, в русскую. И предыдущий зал, и эти все работы, они объединены темой России. И поэтому можно сказать, что Христос пришел к вам домой, и все действие разворачивается в такой небольшой русской деревне, либо в вашей усадьбе, либо в вашем небольшом домике. Каждый автор, говорят критики, отражает в своих работах свежие идеи. Отсюда и название выставки – игра идей. В музее шутят, в итоге выиграют все – и молодые художники, и посетители выставки. Елена Синельникова, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. И на сегодня это все. До встречи.